Библейский портал экзегет.ру представляет Много кто мог сказать в разных совершенно обстоятельствах. А здесь вот написание говорит очень конкретно. Начальник ухора служен Давидом, рабом Господнем. С этой песней он обратился к Господу после того, как Господь спас его от всех врагов и от Саула. Сказал Давид. И дальше идет текст Псалма. Вот Давид всех победил, Давид получил покой, и он признается Бога в любви. Ну, наверное, у каждого человека старше лет 10-11 есть опыт признания в любви. Но обычно это признание в любви другому человеку. А Давид признается Господу, хотя он очень любил женщин, у него было много женщин. Но вот любил он по-настоящему Господа превыше любого другого человека. Даже и Анафана, своего близкого друга, о котором сказано, что он его любил еще больше, чем своих жен. Как признаваться в любви Богу? Сказать какие-то общие слова, дать ему урок богословия, рассказать о том, что он всеблагой, всемогущий, всесильный и так далее. «Я люблю тебя, Господь, ты сила моя. Господь моя скала, опора и оплот. Мой Бог утес, где я защиты ищу, мой щит, гора спасения моего твердыня. Господа я воспою, призову его и спасусь от врагов». Я не буду читать целиком, потому что псалом длинный, вот отдельными такими частями. «Ты сила моя, ты оплот, ты опора, да, вот ты то, на чем я стою, что позволяет мне ощущать себя твердо стоящим на ногах». И это самое главное, что он говорит Богу. Не просто я тебя знаю, я к тебе там отношусь определенным образом, а вот ты то основание, на котором строится моя жизнь. Это и есть любовь, как в любви, скажем, к девушке или к юноше со стороны девушки. Вот стремятся построить свою жизнь дальнейшую на основании этой любви. И Господь вот такой же предмет любви, но гораздо более ценный для Давида, и вся его жизнь строится дальше с Богом. Более того, все было совсем не так просто. Это не была такая романтическая прогулка под луной. Узы смерти оплели меня. Реки гибели меня страшат, цепи шиолы меня связали, и капканы смерти предо мной. В беде Господа призываю, выпью к Богу моему. В храме своем он меня услышал, мой вопль дошел до его слуха. Задрожало, затряслась земля, поколебались основания гор, от ярости его затрепетали, от ноздрей его поднимается дым, из уст его огонь пожирающий, вокруг него горящие угли сыплются. Небеса склонил он и сошел, мрак под ногами его. Полетел, воссев на Херувима, мчался на крыльях ветра. Тьму он сделал покровом своим, шатер вокруг него грозовые тучи. Ничего себе образ любимого. Это какой-то грозный, могучий завоеватель, который на тьме, на Херувиме, с этими огнями, с этими молниями, с этими громами, наседает на землю. Вот он великий воин. Но ровно в тот момент, когда Давид, когда наш автор, нуждается в его помощи. То есть он то самое могучее войско, которое разгоняет всех его врагов. От сияния, что перед ним бежали тучи, а вокруг град и огонь. Громом в небе прогремел Господь, голос Вышнего разнес, а вокруг град и огонь. Стрелы пустил и рассеял врагов, молниями обратил их в бегство. И открылись глубины морей, и опоры мира обнажились от грозного голоса Твоего, Господь, от дыхания гнева Твоего. Опоры мира, ну то есть мир понимается как нечто плоское, земля плоская, тогда еще не знали, что она шара, она стоит на неких опорах. Они обнажаются, моря отступают, открывается эта глубина цунами, когда отходит волна, потом она находит. Но здесь это не просто образ землетрясения, бури, цунами, которые вызваны этой самой бурей, этим землетрясением. Но это мироздание, которое встречает своего Творца в трепете, в ужасе и в полной покорности ему. И вот Давид любит Бога не просто потому, что он велик, прекрасен и так далее, а потому что он приходит на помощь, потому что весь мир преображается с его приходом, потому что этот приход грозен и страшен. Господь руку с высоты простера с пучиной вытащил меня, спас от лютого врага, от врага, что был меня сильнее. В день беды напали на меня, но опорой моей был Господь. На простор он выведет меня, по любви ко мне спасет. За праведность Господь меня наградит, за то, что руки мои чисты воздаст. Ведь я следовал его путям и не предал Бога моего. Вот смотрите, здесь вся вселенная перед ним трясется, там землетрясение, гром и молния, вода в море отступает, и одновременно это он меня спасает. Так скромненько, да, землетрясением он меня спасает. Но для псалмопевцев, вот в этом псалме это особенно ярко видно, все мироздание, его личная жизнь, они переплетены в один клубок, да, и Бог как творец этого мира, как тот, кто постоянно действует в этом мире, преображает его, он и есть тот, кого псалмопевец любит, есть тот, от кого зависит вся жизнь этого псалмопевца. Это взаимосвязанные вещи. Вот его Бог, это Бог грома и молнии одновременно. Это Ветхий Завет, да, это не Новый Завет. И он говорит о своей праведности. Для него это тоже важная тема, то есть праведность мы можем не понимать как безупречность, но как пребывание с Богом прежде всего. За праведность Господь меня наградит, за то, что руки мои чисты, воздаст. Ведь я следовал его путям, не предал Бога моего, все законы его предо мной. Я не отвергал его веления, не порочен пред ним я, и не совершал греха. За праведность он меня наградит, видит он, что руки мои чисты. Даже вот так вот энергично он подчеркивает, что полностью чист перед Богом. И это не просто его самоощущение, это то, что касается любого человека, верного Богу. Ты верен тем, кто верен тебе. Кто добр, к тому добр и ты. Ты искренен с теми, кто искренен сам, с коварным, и ты коварен. Ты спасешь народ бедняков, гордеца с надменным взглядом унизишь. Ты светильник мой зажигаешь, Господь мой Бог рассеет тьму. То есть это так со всеми, да? И вот он рассеет тьму, вот это его пришествие в огне, в буре, в натиске, в пламени, в дыме. Это одновременно победа над злом. Тьма здесь, конечно, понимается не только как физическая. А если так, то ничего не страшно. С тобой я иду против войска, с моим Богом стену одолею. Божий путь прям, слова Господни чисты, он щит для всех, кто на него уповает. Вот любовь – это не просто эмоциональная привязанность, не просто чувство, но это глубокий внутренний союз, когда они вместе, да? Когда вот Давид видит именно в Господе ту силу, которая определяет его собственную жизнь, и когда он видит ее постоянной. Ну, он щит, да? Вот то, чем он прикрывается от всех ударов извне. Разве есть иной Бог, кроме Господа? И есть ли твердыня иная, кроме Бога нашего? Бог меня силой вооружил. Путь мой сделал прямым, дал ногам силу ног оленьих, дал твердо стоять на земле. Мои руки научил воевать, и руками я сгибаю медный лук. Щит спасения ты мне вручил, помогла мне рука твоя, ты услышал и возвеличивал меня. Медный лук, то есть луки все-таки из дерева, обычно делают медный, это какой-то особо прочный, тяжелый, который труднее всего согнуть. Может быть, ритуальный, скорее, лук, чем реальное военное оружие. Ну, и вот это любовь-источник силы, источник победы. Вот здесь как могучий воин. А Давид был могучим воином, он описывает это свое пребывание с Богом. Ты сделал мой шаг широким, нога моя не оступится. Я настигну врагов, не вернусь, пока не истреблю их, разобью их, больше им не встать, под ноги мне упадут. Ты придал мне сил для битвы, врагов предо мной поверг. Ты в бегство их обратил, я уничтожил ненавидящих меня. На помощь звали, никто их не спас. Звали Господа, не ответил он. Я развеял их по ветру, как пыль, растоптал, как уличную грязь. Ну вот, для нас это как-то не вяжется с образом любви, но с другой стороны, а почему нет? Враги, которые нападали. Давид много воевал. Давид сражался с теми, кто пытался его убить. Давид иногда бежал от них, иногда принимал бой. И вот он выиграл этот бой, и не один. И вот он на этой войне победитель, и это все дал ему Господь. Он это признает, понимает, он об этом явно говорит. Ты уберег меня от мятежей, во главе народов поставил. Племена, что прежде были мне неведомо, служат мне и исполняют мой приказ. Чужеземцы заискивают передо мной, бледнеют, в убежищах своих трясутся. Ну, тоже выглядит немножко для нас, как хвастовство такое, но тем не менее, вот я создал могучее государство, я управляю этими народами, и чужеземцы меня уважают, трепещут передо мной. Но это только потому, что ты это сделал. Это не моя сила, не моя слава, не мое величие, это твое действие. Жив Господь, он моя скала, благословенно вознесен Бог, спасающий меня, Бог, вступившийся за меня, подчиняющий мне народы. Ты спас меня от врагов, над противниками возвысил, от злодеев избавил. Ну, вот еще раз, о том же самом, только уже подводится итог и вывод. Между народами буду прославлять, воспевать имя Твое, Господь. Ты даруешь великие победы царю, ты верен избраннику своему Давиду и потомкам его навек. Вот здесь мы возвращаемся к той теме царского, псалма царской власти и царя, как сына усыновленного Господом, которая у нас уже была во втором псалме. И вот здесь как раз тоже так как бы закольцовывается эта часть псалтири, которая описывает прежде всего Давида, его историю. И, собственно говоря, вот как он ощущает себя в этом мире. А следующий, 18-й, неожиданно будет говорить о мироздании. Вот как бы разобрались с жизнью Давида. Давайте теперь посмотрим, как прекрасен этот мир, как он тоже свидетельствует о Боге. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok